Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про функции плавности, функции сглаживания движения или перехода из одного состояния в другое, так называемый, посмотрите какой сайтик есть Easing.net, тут есть подсказки на разных языках, что-то удобные, если мы подводим курсор какому-нибудь типу сглаживания, мы видим как будет себя вести ваш объект. Ну ладно, к этому мы еще вернемся. Мы сегодня попробуем освоим библиотечку TWIN, автор Kikito. Вы его уже знаете по множеству других библиотек для Lua. Так, ну давайте посмотрим какой я проект подготовил. Проект простой, должен рисовать что-то на экране, чтобы мы с вами не тратили время. Так, ну конечно же. Так, запускайся. Ну отлично. Game Over и какой-то кружочек. Так, давайте разберемся, что у меня делает, что мы делаем в исходнике. Подключаем библиотеку, подключаем стандартно в TWIN, require TWIN. У меня лежит вот здесь, смотрите, видите лежит файл TWIN, который я скачал с гитхаба. Положил его в папку, подключаю вот так, TWIN, require TWIN. В LAV LOAD я заношу какие-то начальные координаты, но у меня в таблице они хранятся. Круг, координаты XY, радиус 1 и 2. Так, ну это потому что я хотел эллипс. Ладно, пусть остается радиус 1 и 2. Так, ну значит здесь не используется этот параметр или используется не так, неважно. Так, GO это Game Over. Я сделал спрайт из текста. Помните, я в одном из уроков рассказывал, что для быстрого вывода текста можно сделать его в виде картинки с помощью такой штуки. Но это вы сами посмотрите. Еще раз посмотрим, как это все выглядит. Вот так. Это все выводится очень быстро, с такой же скоростью, как спрайт. Мы можем его как спрайт. Драйвейбл объект получается. У меня в спрайте и в табличке ГО. Ну вот вы видите, как я его вывожу на экран. Love Graphics, Draw, GO Sprite, GOX, GOY и угол поворота в радианах. Давайте теперь вернемся к этому библиотеке Twin. Что же можно сделать? Давайте попробуем сделаем прыгающий мячик. И вы поймете. Так, давайте мячик мы сделаем поменьше. Так, поменьше. Вот какой формат у нас создан. создание твининга. Первым параметром идет длительность. Неважно в каких единицах. Ну, так как мы будем использовать Twin Update в апдейте, у нас Delta Time передается, то будем считать, что в секундах. Сдаем в секундах. Subject. В Subject сюда мы должны подавать какой-нибудь объект или табличку. Target. Это цель, к которой мы должны привести список наших переменных. Давайте я начну писать, а тут мы найдем. Так, сейчас сделаем просто прыгающий. прыгающий мячик. Так, наш круг. Пусть координаты. Пусть координаты будет, допустим, 20. Так, назовем твининг прыгающего мячика. Круг. Игрек. Пусть по игреку у нас будет. Так, прыгать мячик у нас должен 3 секунды. Subject. Как Subject мы передаем круг. А в цель передаем табличку. Ну можем тоже где-то табличку эту заполнить с какими-то переменными. Ну вот мы так сделаем. Пусть X не меняется, будет меняться только Y. Значит мы здесь только Y и укажем. Y будет так. Низ экрана это у нас где-то 600 минус 20. Ну и Easing пока не будем использовать. Это опциональный параметр. Запустим. Ну вот наш мячик вверху лежит. Окей. Так, чтобы у нас все работало. Ага, я еще не показал. Это здесь я сделал. Это не важно. Тоже заготовка для клавиатуры. Не обращайте на нее внимания. Давайте вообще строчки закомментируем, чтобы вас не смущали. Так, здесь мы должны обновлять наш EasingTwinning. Кстати, есть еще другие библиотеки, не только... Так, Flux. Я не помню, как правильно называется. Библиотека не какие-то... ТТ должен быть номером. Так, ну по-моему, пришла пора... Пришла пора посмотреть документацию. Так, как мы должны... Демонстральку проматываем, проматываем. Метод... Ага, через двоеточие мы должны вызывать. Окей. Ну и действительно. Так... Падай, падай, падай. Ага, 3 секунды прошло, мячик упал. Давайте теперь посмотрим наши шпаргалочки. Ага. Начинает медленно. Давайте что-нибудь интересное. Давайте сразу... Ага. Вот нам подойдет такой тип Easing. Ага. Ну, какие-то названия используются такие же самые, только Easing. Не нужно префикс использовать будет. Значит, OutBounce. Так... Или давайте даже долистаем. У него попроще, они не анимированные. Ну вот. Так, ну какой бы мы выбрали... Ладно, сейчас здесь OutBounce. Копировать. Так, и мы в создании Easing. Указываем его как текст. Надеюсь, все правильно. Фантастика. И вы понимаете, что такие движения можно использовать, например, в каких-нибудь стрелялочках. Вертикальная стрелялка. Вылет... Так, ну давайте... Что я тут говорю? Вертикальная. Давайте сделаем, пусть у нас мячик... Кто-то его бросает. И он прыгает уже еще и по X. Так. Ну давайте X тоже мы сделаем. Так. Тоже 3 секунды. А мы сделаем даже хитро. 3,5 секунды. Так. Y мы не трогаем. Мы здесь только X меняем. Никакого Easing у нас... А, нет. Будет Easing. Так. X у нас будет... По умолчанию 800 на 600 же у нас. Так. Значит 800 минус 20. Чтобы он остановился в правом нижнем углу. Не Outbound. Так. Давайте посмотрим, что нам подойдет. Он должен, значит, начинать быстро-быстро, а потом... Ага. Вот. Так. Ну Quad нам, наверное, подойдет. Да. Quad. Кубик. Ладно. Пусть Quad будет. Out. Out. Quad. Интересно будет вам самим попробовать различные виды тизинга. Так. Что здесь за безобразие? Ага. Уже увидели в чем дело? Да. Надо тоже обновлять. Иначе кто будет координату за нас менять? Так. А вот смотрите хитрость. Давайте здесь сделаем, чтобы вы поняли в чем этот трюк. Понятно, да? Я специально сделал движение по иксу немножко подлиннее в секундах, чтобы мячик как будто бы по инерции катился по полю и останавливался. Замечательно. Ну, судя по такому движению, во-первых, вы можете даже в своей игре делать прыжки и различные маневры вашего героя без физического движка. Все очень, очень даже миленько. Так. Ага. Давайте попробуем. Вот у нас еще есть геймовер. Геймовер. Давайте для геймовера что-нибудь сделаем. Геймовер у нас будет. Ага. Не геймовер. Давайте вот. Такой эксперимент проведем. А давайте. Здесь можно указывать большое количество различных переменных, но только тех, которые хранятся у нас в изначальной таблице или объекте. У нас есть вот здесь радиус. Ага. Ну. Давайте сделаем, чтобы х здесь менялся. Минус 20. И вы поймете, почему нельзя пользоваться вот для того, что я хотел для падающего и отскакивающего мячика. почему нельзя использовать. Ага. Так. Ну. Понятно. Вот надо закомментировать. Угу. Тоже хорошее движение. Так. Ну давайте лучше. Давайте лучше откомментируем. И мы сделаем. Так. Здесь мы убираем. Потому что сложное движение. А зато вот здесь я наверное смогу уменьшение. Так. Будем R1 уменьшать. R1 будет у нас потихонечку уменьшаться до 10. По-моему я не ошибся. Так. Я забыл раскомментировать. Так. 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 Мячик уменьшайся, 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 уменьшайся. Или увеличивайся. Не понял. А. R у нас и так десятка. Давайте я его тогда ну вообще до 3 уменьшить. Значит. Вот начальное значение. Начальное значение когда мы создаем twin. Оно берется из начального состояния объекта. Так. Ну видно что мячик уменьшается. Угу. Ладно. Мячик не трогаем. Давайте сделаем. Трюк. Еще с цветами. Цветами. Цветы. 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 Не цветы. А цвет. Color. И он у нас будет состоять из 3 элементов. Например. Ну пусть он будет у нас белый. Так. Здесь мы значит. Не хочу. стирать. Совсем. Потому что сейчас я может быть какой-нибудь эксперимент еще сделаю. Так. Пишем. Круг. Круг. точка. С первая. Кстати. Вот. Вы заметили по цветам что. Задаю цвета от 0 до 255. Это означает что я все еще пользуюсь. старенькой лавкой. Лав 2D. Версия 10.2. Так. 1.2.3. Так. Ну давай. Ага. Отлично. Так. Ну что мы теперь можем сделать. вот так. Кроме радиуса 3 мы попробуем еще изменить. Вот так. 30. Пусть здесь будет тоже 80. Так. Давайте для читабельности перенесем вот так. Так. Ну мы видим что цвет меняется нашего мячика. Отлично. Тоже надеюсь вам пришло несколько идей. Как это можно использовать. Так. Ну давайте с гейм овером быстренько разберемся. Ага. Ага. Тут легко скопировать. Гейм овер у нас находится здесь. И пусть он будет выскакивать у нас за одну секунду. Так. У нас сотня у него будет. Ну пусть будет 240. Так. Ну и давайте шпаргалочку. Как мы сделаем. Должно сначала медленно-медленно. А потом быстрее и подпрыгнуть. Значит идет. Так. Не нравится мне это. Это нравится тоже. О. Давайте так. Аут-бэк. 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 Ага. Так. Науки какие-то как-то. Аут-аут. Аут. Просто есть аут-бэк. Угу. Так. И назовем не круг, а гейм овер. Так. Для цвета можно свой твенинг было сделать отдельно. Отлично. Так. Мы еще раз смотрим как у нас падает. Нет. Нет. Не подходит. Так. Должен быстро упасть. А. Ну вот. Вот отлично. И на аут-эластик. И на аут-эластик. Можно наверное аут-эластик сделать. Во. Да. Аут-эластик. 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 Помимо звоночков. Самой функцией. То это замедление. И сделать какое угодно. О. Отлично. Нормально. так камер выпадывает и как будто на резиночке такие болтается так ну давайте последний трюк я буду наверное делать так 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 наверное можно повторить повторить трюк и кита сделаем например z и от 1 шаг 5 так z z плюс 1 я буду как бы наращивать добавлять в табличку в конец новые элементы у меня здесь будет координаты x это у меня будет и умноженное на так от 20 нет нет не нужен шаг пусть от народа 20 будет так значит и умноженное на 5 например y пусть будет у нас 620 ну это чтоб где-то в районе нижней части так а здесь мы сделаем цвета цвета мы сделаем случайным образом хочу чтоб наши звезды или мячики кстати пусть будут звезды были разными цветами так как мы пользуемся love ладно допустим love старайтесь пользоваться пользоваться функциями которые предоставляет love особенно это касается всяких файловых функций так так вот так вот 40 до 100 до 100 не хочу чтобы получались совсем черные поэтому некоторые я например сделал вот так вот давайте перенесем совершенно невозможно читать тоже не забывайте о том чтобы у вас все было читабельно так ага и так как я хочу много элементов создавать например 20 давайте я буду изинг тренинг функцию не функция объект которым будет этот тренинг у нас буду его создавать для каждого отдельно так я его назову твин давайте просто т тв как у нас там твининги создаются вот так вот создаются так не круг ахахах мы вот так тогда сделаем мы должны создать вот так здесь мы уже создали элемент у нас когда не было в таблице ни одного элемента сейчас у нас как бы единица но первый элемент здесь плюс один уже уже когда мы хотим в созданную табличку попасть наш последний элемент мы вот это убираем так давайте сразу не будем делать чтобы у нас было 3 секунды кто нам мешает давайте пусть будет от 1 секунды до 5 так ну здесь будут целые числа ладно бог целые числа так а здесь мы будем менять координаты икс ну давайте тоже случайные координаты будут и и науке это так координаты икс но я просто хочу тоже взять случайными да уж ребята 2 часа ночи я тут в рот пишу так давайте от 0 до 800 x y то же самое до 600 я хочу чтоб шарики разлетелись просто так вот мы их сделали цвет я пока не добавляю добавлю теперь мы должны цикл поместить в апдейт и не только в апдейт давайте вот сюда вот тут нам пригодится наш белый цвет будем пока белым цветом рисовать все наши шарики так здесь уже будем нет одного до длины как у нас там z называется до таблица от одного до длины z а здесь уже будем здесь у нас уже будет рисоваться круг круг будет рисоваться просто так уж он будет закрашенный z и t z и t так радиус я задавал давайте радиус пусть у нас задается так я не понял так есть цена х вот здесь пусть задается она пусть тоже случайный любом случайно числа давайте допустим от 3 до 7 запятая удивлюсь если заработает с первого раза x x еще друг покажу как можно звезды рисовать здесь радиус ну двигать не должно но должно нарисовать вот они наши эти мячики шарики так ребят давайте мы сразу тогда я вижу что по координатам x да вот x не на 5 так на 20 так да вот вроде равномерно распилено никуда они не двигаются поняли почему у нас не двигаются никуда шарики нужно еще один цикл в апдейт вот только здесь еще проще здесь нужно зет а здесь то update дельта тайм не забываем так я уже с дельта тайм 1 не пригодится нам эта клавиатура нафиг давайте запустим т.в на вот а я ошибку не прочитал что у нас тут ругает нет такого индекса т.в странно тоже т.в. это пишу аха ну естественно я должен писать вот так ребят у меня не ошибитесь видите здесь без плюс 1 плюс 1 это мы создаем новый мы создали новую табличку элемент вот от 1 до 20 вот мы первую например создали она уже есть чтобы мы в нее сейчас записали мы вот так вот должны ох как интересно и ничего кстати как но можно кровище добавить так кровище то кровище так цвета мы добавили давайте мы рисование тем цветом добавим где у нас set color кто нам мешает белый нам уже здесь не нужен здесь мы можем использовать Z-E-T разные разные мячики так давайте сделаем пусть все 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 эти шарики мячей превращаются превращаются в кровь в красный это нам нужно сюда конечный результат а помните красный это у нас первый да 0 0 ага запятую забыл и не только запятую не туда я вставил это это должно быть вот здесь понятно да за скобочками следите ну давай кровище yes отлично так ну ну ладно я еще хочу радиус менять так а радиус пусть будет у нас меняться р будет меняться тоже конечно рандомно будет меняться от 20 до 100 почти хорошо так давайте ну ладно безобразие давайте попробуем посмотрим как сделать что-то похожее на звезды так где у нас draw, 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 graphics draw так не тупи, не тупи ага ага радиус ага вот еще можно сегменты указать вот мы можем схитрить можем указать при рисовании количество сегментов вот здесь мышцы наши звездочки смотрите если мы здесь укажем например 7 что будет ну вот количество сегментов получается таким кстати тоже можно случайно делать будут у вас например делаете с метеоритами какой-нибудь с падающими игрой у вас все это получается так ну ладно с примером хватит давайте я быстренько что я забыл и не что забыл что у нас есть еще какие функции так созданием прошли методы ага когда мы вызываем в апдейте наш twin.update он возвращает признак завершился переход от начала до конца или нет ну вот эти вот 5 секунд или сколько мы там задавали прошли или нет он возвращает true или false удобно использовать в игре например так кстати вот хотел показать трюк смотрите если мы хотим например заметь замедлить замедлить всю работу не меняя константы вот эти там 5 секунд или сколько так мы сделаем например например 0.5 умножить на 0.5 буду в два раза медленнее с этими мячами все ну заметили да так а зеленый это просто наш падающий мяч первый ну это такой трючок я про него уже вроде говорил про анимацию спрайтов так дальше смотрим комплит ну вот это вот возвращаем это очень полезно в игре например космический корабль у вас летит 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 по зигзагу здесь остановился и вы должны другое какое-нибудь движение но это про врагов написано что можно дт делать отрицательно и получится перемотка назад ну я уж не буду вам показывать но уж поверьте как будто будет перемотка назад так можно устанавливать на определенную секунду вот у вас например сколько там секунд например 10 вы можете сразу перемотать на пятую секунду пятерочку ресет это сбросить на начало что как бы начать сначала вот у нас а ну ребят так надеюсь я это не стер нет я стер можно было вот помните у меня здесь нажимаешь пробел что-то происходит вот я мог нажимаешь пробел и у нас какой-нибудь твин двойточий ресет например мячик который прыгал сверху вниз он бы вернулся в начале и начал прыгать опять вот так что еще ну все в принципе как смотреть как выбирать вот эти вот графики смягчения вы можете сами посмотреть ну вот написано что можно кастомную ну точнее свою самодельную функцию смягчения скругления сделать сами можете разобраться вот ну тут автор говорит что мы не в секундах измеряем а уж в чем уж у вас там идет измерение в том и будет в тиках в миллисекундах в секундах и так далее ну вот он еще говорит что твин может работать очень с глубоким вложением что за глубокое вложение а смотрите мы когда создаем новый твин где у нас тут эти твин вот они оригинал исходные данные ну в объекте лежат вот они круг а дальше идет к чему мы стремимся где мы вложенность можем посмотреть вот у нас есть x радиус а вот уже вложенная таблица в таблице так вот имеется ввиду что можно и внутри еще делать таблицу таблицами здесь значения и они будут меняться далее автор еще пример показывал у него там есть это пример что это например используется не только для рисования например увеличение уменьшение громкости вы можете волюм спокойно также регулировать да много для чего посмотрите я думаю вам пригодится так ну все на этом мы этот очень длинный урок по такой простой библиотеке заканчиваем ссылочки будут все под уроком подписывайтесь всем рекомендуйте и не переходите с лавки 2d ну это так лав 2d называют ни на какую корону корона для слабаков всем привет до сих пор до сих пор Продолжение следует...